Хочешь дорогих вещей, но в инвентаре у тебя только кейсы? Не проблема, заходи на ksbets.ru, здесь минимальная ставка позволяет ставить даже кейсы. Тебе не нужно много вещей, чтобы победить. ksbets.ru, ссылка в описании под видео. Всем привет, друзья, у микрофона Эвил, и у нас события новое в CSGO. Вышли новые наклеечки, приуроченные к Е-Лиге 2017, Атланта 2017. 2017 наклеечки, давайте оценим, но больше всего меня интересует, конечно, Атланта 2017 мегабандл, что в нем находится. Мы сегодня посмотрим, я его куплю, и вместе с вами впервые увижу, что в этом бандле. Но давайте сначала оценим наклеечки, как они выглядят, новые наклейки. Мне лично очень понравились вот эти вот текстуры на заднем плане, и я думаю, что очень будет смотреться, например, на красной линии хорошо такие наклейки. Также есть традиционно капсулы. Капсулы, наверное, я и буду открывать сегодня тоже. Вот эти, наверное, капсулы я открою все-таки, потому что что-то хочется мне вот именно этих наклеек, потому что здесь есть Na'Vis, здесь есть Fnatic. Ну и капсула, мне кажется, топовая прям вот эта. А это уже автографы, автографы игроков, но это уже нам пригодится, я так понимаю, для того, чтобы ставить вот во все эти ячейки. Еще забыл сказать, что впервые добавили граффити всех вот этих наклеек, то есть можно купить не только наклейку, но и аналогичное граффити, совершенно аналогичное. Давайте попробуем еще раз купить нашу вещицу. Да, можно теперь, доступна покупка. Отлично. Парочку вот этих капсул я хотел открыть, надеюсь, мне хватит денег. Как раз. Прям тютелька в тютельку. Ухватило денег, 915 рублей. Оказывается, в этом паке было куча, огромное количество наклеек различных. Давайте посмотрим, что нам выпало. Получается нам пакетики со стикерами автографов, вот наклейки Mouth Sports, граффити различные навыпадали в этом огромном бандле. Так, тоже наклейки, граффити, наклейки, граффити. Обычная наклейка Navi. Кстати говоря, металлических наклеек, я так понимаю, здесь нету. Так. Угу, угу. Ну и в общем-то, в общем-то, наверное, все, потому что эти три капсулы купил я. Ну что ж, давайте открывать. Давайте откроем эти капсулы, посмотрим, что мне выводит. Хочется, конечно, наклейки какие-нибудь Foil, а выпадает все-таки Holo. И FlipSide. FlipSide, это наклейки, я помню, в прошлых капсулах они падали просто постоянно пачками. Этих FlipSide наклеек было просто дофига. Посмотрим, что в этот раз. Надеюсь, не опять FlipSide. О, Virtus.Pro. Но это... Нет, не Virtus.Pro, Gambit. Gambit здесь какой-то розовенький у нас. Давайте откроем еще одну капсулу и посмотрим, что мне выпадет. И выпадает снова FlipSide. Ну, как я и говорил, а не FlipSide... Я не знаю, мне кажется, организация подкупила Valve, чтобы больше наклейки FlipSide, больше процента с продаж было. Так, давайте откроем Astralis. Чего бы тут прикольно вытянуть? Ну, конечно же, нет, но эта наклейка, на самом деле, будет плохо продаваться. Вообще, нужны, конечно, топовые игроки, потому что именно топовые игроки всегда в период соревновательных мероприятий стоят больше, потому что именно потому что наклейки эти ставят больше всего. Так, а это вообще на Киошима. Киошима не знаю, прокатит ли Киошима, подорожает ли он. Во FlipSide я даже не знаю. Маркелов разве что. WorldEdit, кстати, тоже может быть. Может быть, будет дорого стоить, хотя вряд ли. Давайте посмотрим Fnatic. Чего у нас сейчас по Fnatic? Олаф, Кримс, Деннис. Выпадает, я так понимаю, Деннис. Деннис выпал. Естественно, Олаф это будет гораздо дороже стоить. Наклейка здесь. Нужен скрим, естественно, нам. Но здесь выпадает RPK. RPK, конечно, это не то. Что-то вообще ни одной наклейки хорошей на самом деле не выпало. А если бы я знал, что вот этот бандл такая фигня будет, я, конечно, бы его не купил. Вот, ну, по крайней мере, вам я показал, и вы будете знать, что его не нужно покупать, что он полный отстой. Тут вам дают огромное количество стикеров, бесполезных абсолютно. Ну, точнее, пачек со стикерами. Лучше стикеры покупать, я думаю, отдельно, потому что, опять же, здесь выпадут не те, которые вам нужны будут. Так, ну, что здесь в HellRaisers? Я даже не знаю, за HellRaisers сейчас не слежу, я даже не знаю. DeadFox, да, выпадает? DeadFox. Ну, слышал, есть такой игрок, DeadFox. Но вряд ли этот игрок будет дорого стоить. В Na'Vi, естественно, он будет дорого стоить. Дороже всего будет стоить Simple. И выпадает нам Эдвард, я так понимаю. Да, Эдвард выпал. Эдвард. В этой команде я вообще никого не знаю. Мне абсолютно все равно, кто из них выпадет. Ну, Каджумба. Наверное, Каджумба это единственное, кого я знаю. Просто я не увидел, что здесь есть Каджумб. Каджумба я знаю такого игрока. Rush, NAV, Станислав. Блин, ну вообще, абсолютно. Ну, такая и команда, конечно. Не особо. Не особо популярная. А вот здесь уже... Так. Неужели мне выпал ColdZero? Ну, хоть что-то. Хоть что-то приятное. ColdZero явно будет стоить дороже, чем остальные наклейки. Можно будет его поставить, по крайней мере, в матче в каком-то... Когда будет, наверное, там собирать, как в прошлый раз, собственную команду. Или нельзя. Я просто не смотрел еще. Sixer. Даже не знаю, что это за игрок. Sixer. Так. Elch, Pimp. GDM. GDM-а знаю. GDM-а я знаю. Насколько помню, это Снайпер. Если я не ошибаюсь, конечно. Снайперы всегда популярны. Бьяли, Нео. Тут у нас... Кто выпал-то? Tass. Это же Tass. Ничего себе. Tass радует глаз. Ну и последний. Это из Mouse Sports. И выпадает Спиди. Спиди-гонщик. Если кто-то помнит такой мультсериал. Мультсериал. В общем-то и все. Все, что у нас есть. Это куча наклеек. Где они? Как мне их посмотреть? Ну, граффити. Вот у нас огромное количество граффити. Хорошо, хоть граффити Na'Vi дали. Теперь буду везде на стенах нарисовать граффити Na'Vi. Давайте посмотрим, что у нас из наклеек теперь появилось. У нас флипсайды различные. Ну, вот я даже не знаю, куда эти наклейки теперь девать. Есть Na'Vi наклейка. Но это обычная наклейка. Совершенно не голографическая. Итак, друзья. Ставьте большой пальчик вверх. Комментируйте. Постоянно комментируйте. Не забывайте это делать. Потому что лучший комментарий попадает в следующее видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на звоночек. Не забывайте. С вами был Эвил. Не прощаюсь. Увидимся очень скоро в следующем видео. Хочешь дорогих вещей, но в инвентаре у тебя только кейсы? Не проблема. Заходи на ksbets.ru. Здесь минимальная ставка позволяет ставить даже кейсы. Тебе не нужно много вещей, чтобы победить. ksbets.ru Ссылка в описании под видео. Всем привет, друзья. У микрофона Эвил. И у нас событие новое в CSGO. Вышли новые наклеечки, приуроченные к E-Liga 2017. Atlanta 2017. Наклеечки давайте оценим. Но больше всего меня интересует, конечно, Atlanta 2017 Mega Bundle. Что в нем находится. Мы сегодня посмотрим. Я его куплю. И вместе с вами впервые увижу, что в этом бандле. Но давайте сначала оценим наклеечки. Как они выглядят. Новые наклейки. Мне лично очень понравились вот эти вот текстуры на заднем плане. Я думаю, что очень будет смотреться. Например, на красной линии хорошо такие наклейки. Также есть традиционно капсулы. Капсулы, наверное, я и буду открывать сегодня тоже. Вот эти, наверное, капсулы я открою все-таки. Потому что что-то хочется мне вот именно этих наклеек. Потому что здесь есть NAVY, здесь есть Fnatic. Ну и капсула, мне кажется, топовая прям. Вот эта. Ну и в общем-то... В общем-то, наверное, все. Потому что эти три капсулы купил я. Ну что ж, давайте открывать. Давайте откроем эти капсулы. Посмотрим, что мне выводит. Хочется, конечно, наклейки какие-нибудь foil. А выпадает все-таки holo. И Flipside. Flipside. Это наклейки, я помню, в прошлых капсулах. Они падали просто постоянно пачками. Этих Flipside наклеек было просто дофига. Посмотрим, что в этот раз. Надеюсь, не опять Flipside. О, Virtus Pro. Но это... Нет, не Virtus Pro. Gambit. Gambit здесь какой-то розовенький у нас. Давайте откроем еще одну капсулу и посмотрим. Что мне выпадет. И выпадает снова Flipside. Ну, как я и говорил, а не Flipside. Я не знаю, мне кажется, организация подкупила Valve, чтобы больше наклейки Flipside, больше процента с продаж было. Так, давайте откроем Astralis. Что бы тут прикольно вытянуть. Ну, конечно же, нет. Но эта наклейка, на самом деле, будет плохо продаваться. Вообще, нужны, конечно, топовые игроки. Потому что именно топовые игроки всегда в период соревновательных мероприятий стоят больше. Потому что именно... Именно потому что наклейки эти ставят больше всего. Так, а это вообще на Киашима. Киашима не знаю, прокатит ли Киашима, подорожает ли он. Во Flipside я даже не знаю. Маркелов, разве что. World Edit, кстати, тоже может быть. Может быть, будет дорого стоить, хотя вряд ли. Давайте посмотрим Fnatic. Что у нас сейчас по Fnatic. Olaf, Krims, Denny's. Выпадает... Выпадает, я так понимаю, Denny's. Denny's выпал. Естественно, Olaf это будет гораздо дороже стоить. Наклейка здесь. Нужен Scream, естественно, нам. Но здесь выпадает RPK. RPK, конечно, это не то. Что-то вообще не одно. Это уже автографы. Автографы игроков. Но это уже нам пригодится, я так понимаю, для того, чтобы ставить вот во все эти ячейки. Еще забыл сказать, что впервые добавили граффити всех вот этих наклеек. То есть можно купить не только наклейку, но и аналогичное граффити. Совершенно аналогичное. Давайте попробуем еще раз купить нашу вещицу. Да, можно теперь. Доступна покупка. Отлично. Парочку вот этих капсул я хотел открыть. Надеюсь, мне хватит денег. Как раз. Прям тютелька в тютельку. Хватило денег, 915 рублей. Оказывается, в этом паке было куча. Огромное количество наклеек различных. Давайте посмотрим, что нам выпало. Получается нам пакетики со стикерами автографов. Вот наклейки Mouth Sports. Граффити различные навыпадали в этом огромном бандле. Так. Тоже наклейки, граффити, наклейки, граффити. Обычная наклейка Navi. Кстати говоря, металлических наклеек, я так понимаю, здесь нет. Так. Наклейки хорошие на самом деле не выпало. А если бы я знал, что вот этот бандл такая фигня будет, я, конечно, бы его не купил. Вот, ну, по крайней мере, вам я показал, и вы будете знать, что его не нужно покупать, что он в полный отстой. Тут вам дают огромное количество стикеров бесполезных абсолютно. Ну, точнее, патчек со стикерами. Лучше стикеры покупать, я думаю, отдельно, потому что, опять же, здесь выпадут не те, которые вам нужны будут. Так, ну, что здесь в HellRaisers? Я даже не знаю, за HellRaisers сейчас не слежу, я даже не знаю. Dead Fox, да, выпадает. Dead Fox. Ну, слышал, есть такой игрок, Dead Fox. Ну, вряд ли этот игрок будет дорого стоить. В Na'Vi, естественно, он будет дорого стоить. Дороже всего будет стоить Simple. И выпадает нам Эдвард, я так понимаю. Да, Эдвард выпал. Эдвард. В этой команде я вообще никого не знаю. Мне абсолютно все равно, кто из них выпадет. Ну, Каджумба.